Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На протяжении какого-то некоторого времени я хожу и дух ведет во вступлении говорить о таком невероятном нам даре, невероятном нашем оружии, невероятном ободрении. Кто из вас приблизительно догадался, о чем будет идти речь? Еще, еще вариант, еще молитва, аллилуйя, пастор, пастор, невероятный дар молитвы, невероятное ободрение, невероятное обеспечение, невероятная близость с Богом в молитве. И вы знаете, вчера я, открыв Библию, я думал, что вместо Писания по молитве, я забил слово молитва, да? И я думал, сейчас выйдет там столько, что я просто буду до утра читать и буду в замешательстве, что какой стих взять и с чем поделиться, из какого стиха. И вы знаете, я так был удивлен, думаю, не так уж и много, 42 из всей Библии стиха, а молитва, просто молитва. Вау, я думаю, вот это да. И как вы думаете, какой персонаж из Библии он пребывал в молитве и был в этом успешен, ну, просто на скидку, как вы думаете? Это подсказка Ветхий Завет. А? Давид, вы правы. У Давида было необыкновенное служение в молитве. Он необыкновенно был успешен в этом служении. И какой единственный персонаж в Библии назван другом по сердцу Бога? Как вы думаете? Давид, Давид. И когда Иисус говорит, непрестанно молитесь, будь, бодрствуйте, всегда пребывайте в этом служении. Иисус, Он не говорит слов на ветер. Это невероятный дар от Него, молитва. И вы знаете, много слышал такого, что Бог что-то там, ну, где-то далеко от меня. Что-то не служит мне, что-то не делает. И это не осуждение, это ободрение. И заниматься этим постоянно, пребывать в этом, радоваться в этом. Потому что, когда ты молишься, когда ты соединяешься с Богом в молитве, для меня это вообще необыкновенное время, необыкновенная радость, необыкновенное служение Богу мне прежде всего. Потому что в молитве Дух Святой назидает прежде всего тебя и ободряет тебя молиться. И знаете, анализируя вот так вот, молитвенные часы, когда ты проводишь с женой в молитве где-то, это не просто, бывает просто наедине в тайной комнате молитва. Это уникальная молитва, это искреннее отношение с Богом. Бывает, ну, когда Бог говорит, где двое или трое собраны во имя мое, бывает слово звучит, бывает песнопение звучит. Но я вас ободряю, молитва это то же самое, Бог среди вас, представляете? Просыпаясь рано утром с женой в молитве, это бывает необыкновенное время. Я не говорю, что сейчас это прямо у нас регулярная основа, но у нас было такое, что у нас было молитвенное утро, постоянное, да? И мы видим плоды этого утром, мы видим, что Бог творит по плодам наших молитв. А бывает, сейчас у нас практика, что мы выходим в лесопарк с молитвой и соединяемся. То есть шаг веры сделан, будильник поставлен, это несложно. Сейчас гаджеты у всех есть. В 6 утра первое, что ты просыпаешься, молитва. Уникальное служение. Я вас ободряю, это настолько прорыв в жизни верующего в Иисуса Христа, это очень важное служение. Сейчас выход в лес, это тоже шаг веры. То есть поставив будильник, это шаг веры. Ты проснешься от него просто из-за того, что тебе надо помолиться. А выход в лес или куда-нибудь на какую-нибудь молитвенную тропу, это уникально, это так здорово. И вы знаете, меня так ободрило в этот раз в субботу. Мы пришли, и мы увидели плоды наших молитв. Мы пару недель назад с пастором молились, чтобы больше и больше народу собиралось на молитву. И мы такие были ободренные, когда увидели. Я даже не знал, с кем идти уже в молитве, потому что было так много народу, и так было приятно увидеть плоды молитв. Молитва, она не останется незамеченной Богом. Она будет услышана. И знаете, Иакова 5.16, вторая половина стиха, много может усиленная молитва праведника. Вы кто? В Иисусе Христе праведники. И что она может? Она многое может. Иисус говорит, имейте веру с горчичное зерно, помолившись вы перенесете гору. Гору нерешенных проблем, гору разочарований, гору сомнений в сторону. Молитва пробьет путь, ободряю, молитвенная жизнь. Пускай церковь станет в молитве, в проломе заслужения, в проломе за своих мужей, в проломе за своих жен, в единстве веры. Пускай это будет ободрение в этот весенний день, воспрять в молитве, встать в молитве. За каждую сферу жизни. Она не окажется недействием на это молитва. Молитва это сила наша. Молитва это вооружение наше. И Бог хочет, чтобы церковь непрестанно молилась. Что такое непрестанно? Это пребывать в нем. Даже если ты наедине где-то, в какой-то суете, у нас всегда есть фокус наверх, у нас всегда есть молитвенная жизнь. И Бог не просто так говорит, а радуйтесь и всегда радуйтесь. В молитве эта радость появляется в непредвиденных обстоятельствах, в ситуации, которые, кажется, из рода вон выходящих, но когда ты переводишь фокусы на духовное, на молитву, это приходит радость, приходит ободрение. Уходит, бывает такое, молитва просто Иисус, 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 Иисус. Потому что у тебя просто настолько демонический мир тебя сдавил в тиски. Ты не можешь ничего сказать, но я вас уверяю, Иисус это действенная молитва. Проверено личным опытом. После нескольких провозглашений нашего Спасителя приходят уже другие слова, приходит другое сердце, приходит жизнь, приходит уже обеспечение от Бога. Ободряю, ободряю каждого. Вставайте в молитве, вставайте в проломе. Пусть это, кому тяжело утром, пусть это будет днем, пускай это будет, но уделяйте этому времени. Фамильярность в молитве это проигрыш практической жизни. Фамильярность в молитве проигрыш в практической жизни. Не относитесь к фамильярным. Вы знаете, я с женой как-то, ну, я сравниваю молитву, это оружие гораздо сильнее ядерной бомбы, водородной бомбы, чего угодно. Вы не представляете. Молитва может двигать государство, может стоять, мы можем стоять в проломе за свое государство, за решение каких-то вопросов, в единстве молитвы, потому что это наша сила, это наше обеспечение от Бога. И в конце концов он нас создал, чтобы мы просто имели с ним общение, а как мы общаемся? Посредством молитвы. Посредством молитвы. Молитва – это наше обеспечение. Будем просто вспоминать это короткое слово «вступление», и пусть оно вас будет ободрять. Ни в коем случае это не какой-то там, что кто-то там не пришел на молитву, я ругаюсь на вас. Да нет, я вас ободряю, просто встаньте в молитвах, в дома, где угодно, где вы находитесь. Будем верны в молитве, и мы будем видеть плоды наших молитв, потому что это неотъемлемая часть молитвы, плоды молитвы. Потому что если у кого-то практика молитвенного календаря, кто за что молился, я вас уверяю, открыв этот дневник, мы найдем, что процентов 90 молитв, они отвечены, а те 10, они просто нам не нужны были, потому что просили не то, что нам надо. Поэтому Бог верный, Бог отвечает, Бог любит молящуюся церковь, и любую церковь Он обожает, но просто встанем в проломе за многие вещи, многие сферы жизни, и это будет назидание и ободрение для каждого, я вас уверяю. Аминь. Господь, спасибо Тебе за это уникальное слово, за молитву. Благослови каждое сердце, благослови также это невероятное служение, десятин приношений в дом Твой, Господь. Пускай в этом будет явлена слава, верность Твоя и обеспечение для каждого, Господь, для каждого. Спасибо Тебе за участие Твое в нашей жизни, и мы любим Тебя и следуем за Тобой во имя Иисуса. Молился я. Аминь. И остальные сопутствуют ей. Когда говорится «возвеселись пустыня и сухая земля». Ну, давайте еще прочтем одно местописание. Исаии 55 глава. Исаии 55 глава. «Итак вы выйдете с весельем» 12 стих «И будете провожаемы с миром, горы и холмы будут петь перед вами песни, все дерева в поле рукоплескать вам». И 13 стих «Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт. И это будет во славу Господа в знамение вечное и несокрушимое». Итак, здесь также мы видим, что произойдет изменение. И я хочу вам вас сосредоточить ваше внимание, что это то же самое место. Место не изменяется. Понятно? это то же самое место. В пустыне это произойдет. В сухой земле это произойдет. В необитаемой стране это произойдет. Место не изменяется. Но что? Но произойдет нечто удивительное. Из-за чего? Я вам задаю вопрос. Из-за чего? Из-за семени хорошо. Из-за жизни хорошо. Откуда расцветет нарцисс? Откуда появится радость? Бог посетит пустыню. Бог посетит сухую землю. Бог посетит необитаемый город. Аминь. только из-за него. И также на том месте, где росла крапива, да, у нас? На том месте, где рос терновник, вырастет кто? Кипарис. И вместо крапивы вырастет мирт. И это будет во славу Господа в знамение вечное и несокрушимое. Вот оно знамение. место не изменяется. Но на этом месте происходит нечто неожидаемое всеми. Нечто такое, что по видению нельзя этого предвидеть. Но из-за того, что Бог здесь, из-за того, что Он посетит землю сухую, из-за того, что Он посетит необитаемый город, и в Псалме 71 написано, что необитаемые города заселятся людьми, как трава вырастет из земли. Аминь. Место не меняется. Это та же сухая земля, но она изменена и она превращается в нечто особенное. Жизнь там начинает бить ключом. Из-за чего? Из-за того, что Господь пришел, из-за того, что Он посетил, из-за того, что Слово Его сошло, как дождь на скошенный луг, и праведник расцветет, и вместо терновника будет кипарис, на этом же самом месте. Запомнили основной мысль? На этом же самом месте. И вместо крапивы, спокойно, вместо крапивы, возрастет мертв здесь же. Хотя по видению здесь ничего не может произойти. Есть такое слово, и оно описывается в послании к римлянам 12 глава 1 и 2 стих. Там написано, что не соображайтесь с этим миром, правильно, да? Или с этим веком. Не соображайтесь с этим веком. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот это слово преображение, это слово соображаться и преображаться, это очень важные слова в нашей вере. И там одно слово говорит сус 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 мать сус мать сус мать в этом мире. Это соображаться. И Господь говорит, не соображайтесь с этим миром, но что? Преображайтесь, вы слышите меня? Преображайтесь, как обновлением ума вашего. Слово преображение означает следующее метаморфо. Это это то же самое существо, но в нем произошли коренные изменения. И конечно же самая лучшая иллюстрация это гусеница ползала и что? Тут она где-то замерла на некоторое время, вот так вот прилепилась и потом из этого же существа появляется что? Абсолютно другое, но оно не оно то же самое. Вы понимаете это слово метаморфо. Это тоже существо, но изменения произошли чрезвычайные, чрезвычайные. И здесь мы также видим это тоже существо, но произошло метаморфо. Сухая земля, что? Там распустился нарцисс, там появилось ликование, там возросли деревья, там расцвел сад Господень, там, да, там, именно там, где раньше была пустыня. И кто это сделал? Мы с вами сделали, наши добрые дела это сделали, наши благие намерения это сделали, нет, это сделали, или, или орошение, или еще что-нибудь, нет, это сделал Бог. Он любит так делать, запомнили? Он любит так делать, метаморфо. В Евангелии от Марка в пятой главе мы с вами видим историю, мы с вами видим историю о бесноватом, в котором был легион, легион демонов, то есть очень много было демонов в этом человеке, он был одержим. Дается описание этому человеку, что представляло его жизнь. Во-первых, он жил в гробах, это означает, что, значит, те места, которые были гробницами, были заняты им, он находился вместе с мертвыми, с костями. Во-вторых, он был беспокоен, кричал и бился о камне. И вся круга знала его, там же так написано, там же написано, что его несколько раз, несколько раз, значит, пытались связать, чтобы он не повредил себе, значит, и он разрывал цепи, разрывал узы, и опять бежал куда? В эту пустыню и жил в гробах, и ночью кричал, и бился о камне. И там написано, что люди избегали этого места. Как думаете, за сколько километров они обходили этого свирепого человека, в котором легион, аминь, и это пустыня, это сухая земля, аминь, это нет там жизни. Помните, что произошло с жезлом Аароновым в 17 главе книги чисел, помните, да? Сухая палка, та же самая палка, которая была в руке Аарона. Что с ней произошло, когда она была помещена рядом с ковчегом, что? Она расцвела, она распустилась, палка, что? Расцвела, значит, завязи там появились, и принесла миндалины, представляете, да? Я подчеркиваю, та же самая палка, та же самая пустыня, та же самая сухое место, и тот же самый необитаемый город, и то место, где росла крапива, и то место, где был терновник. Что-то там произошло. Аминь. И это сделал Бог. Я хочу еще раз подчеркнуть, место-то не меняется. Именно там. За сколько Господь сотворил этот мир? Шесть дней. Аминь. А потом раз этот мир ушел от него, правильно, да? Во главе с Адамом, и ушел от него. Как вы думаете, можно было так? Как, знаете, поэты пишут поэмы, а-а-а-а, потом раз так и выбросил. Да? Или горшечник накружали что-нибудь. Делает, делает, что-то там не получилось. Понимаете мысль, да? Мог ли Господь как это? Раз и весь этот мир, который ушел от него, что? И мусорное ведро. Какая проблема еще шесть дней? Нет проблемы для Бога еще шесть дней? Что такое шесть дней? Я не могу заметить, как месяцы летят. Просто невероятно. Мне уже шестой десяток идет. А кому-то уже девятый. Значит, у вас очень большая крепость. Почему? При большей крепости восемь лет. А если к девяносто это супер крепость. Аллилуйя! И Господь говорит, нет, здесь, 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 в этой пустыне, здесь взойдет росток из сухой земли. Исайя 53 глава. Ибо он взошел, как что? Как росток из сухой земли. Не было в нем ни вида, ни величия, который бы привлекал бы нас к нему. И это Христос. Христос говорит, нет, именно в этом месте восторжествую. Именно в этом месте, на которое все махнули руками, здесь сделаю чудное действие. Именно в этом потерянном мире прославлюсь среди этого всего, что происходит здесь. Аминь. Как вы думаете, какой Бог наш? А-а-а! Для Него нет безвыходных ситуаций. Для Него нет пустых земель и пустыни. Для Него есть всегда возможность, чтобы пустыня расцвела, чтобы жезл Ааронов расцвел, чтобы вместо терновника вырос мирт, то есть наоборот, кипарис, а вместо крапивы вырос мирт. Аллилуйя! И это его действие. И слава кому? 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 Во славу Господа! Во славу Иисуса Христа! И вот этот человек, вернее, к этому человеку, вернее, к берегу, где жил этот человек, пристает лодка. И в этой лодке находится Иисус. И мы с вами знаем эту историю, мы ее не будем все читать. И конечно же, демоны узнали Иисуса Христа, подбежали, поклонились Ему, значит, сказали пару слов, там, зачем ты пришел раньше времени, мучить нас. Не в этом суть сегодняшней проповеди. Слушайте дальше. Когда легион был изгнан, и этот человек в здравом уме, и люди пришли и посмотрели, что рядом с Иисусом сидит этот человек, и он в здравом уме. Знаете, что он потом попросил Иисуса? Кто помнит? А? Да, пойти вместе с ним. А я спрошу вас, разрешил ли он? Не разрешил. А что же он ему сказал? Там буквально сказано, иди к своим, иди в свой дом и расскажи, что сотворил с тобою Господь. Вы знаете, для меня сегодня это было нечто особенное. Иди к своим. Вы представляете, этот человек заходит в свой город. Вы представляете? Которые столько сил употребили на то, чтобы помочь ему, а потом стали бояться его, а потом обходить за сто километров это место. Вы представляете, в этот город входит этот человек. Ваша реакция какая? Вы его знаете хорошо. Какая ваша реакция? Я не знаю, может быть и так, или прячьтесь, идет, он сюда пришел. Ладно в город, а в свой дом. Аминь. Как вы представляете эту встречу? Как вы представляете эту встречу? Он заходит себе домой и говорит, метаморфо, аминь, метаморфо, семя женщины, что? Сокрушит голову змея, слабое семя на вид, но что? Сокрушит голову змея, и он заходит в свой дом и рассказывает, что сотворил с ним Господь. И я вам хочу сказать, никто ни на земле не мог бы ему помочь в его ситуации. Безнадежное дело, безнадежное дело. Так просто демоны не выйдут из человека. Аминь. Но вот пришел тот, который говорит, я насажу в этой пустыне сад посажу мой. Я вместо колючек вырастет мирт. Вместо крапивы возрастет кипарис. На этом же самом месте. Аминь. На этом же самом месте. Последнее время я смотрю на то, что некоторые мои знакомые, верующие в Иисуса Христа, может быть, вы, также отождествитесь с этими мыслями. Бездумно и легкомысленно изменяет свое географическое положение. Бездумно и легкомысленно. Едут туда, знаете, что такое мираж? Знаете, да? Кстати, в 35-й главе книги Исаии написано, это призрак вод в пустыне, мираж. И они смотрят и видят, ах, как там здорово! Кипарис, мирт, радость, веселье, ликование, как там здорово! бездумно бездумно меняют свое географическое положение, принимают важнейшие решения в своей жизни на основании страха и на основании недовольства. Вы со мной? На основании страха и на основании недовольства. Они думают, или можно подумать, что здесь сухая земля, можно подумать, что здесь необитаемый город, что здесь одни колючки, что здесь одна крапива. И смотреть туда и говорить, о, а там кипарис, а там мирт, а там что еще? А там воды полно. И уезжают туда, а на самом деле что? Нет там никакого ни мирта, ни кипариса, а колючки и крапива. Колючки и крапива. Вы знаете, очень много людей, когда союз развалился, уехали, уехали. Слушайте внимательно. Это никчемное решение делать, переезжать, менять географическое положение на основании неправильных вещей. Я думаю, что здесь никогда и ничего не произойдет. Никакого мирта, никакого кипариса, никакого сада, а Господь говорит, а если ты останешься здесь, человек Божий, и возьмешь молитву в свои уста, аминь, что мешает тебе, прочитав эти слова, что мешает тебе поднять руки к Богу и сказать, Господи, в этом же месте ты можешь сделать невероятные вещи, в этом же месте. смысл не в том, чтобы уехать из пустыни, из необитаемой земли, смысл в том, чтобы остаться там, и Бог пришел туда. Аминь. Я говорю, это не только в отношении стран, где живут люди, они смотрят и говорят, а там кипарис, там мир, там бананы, там апельсины, а приезжают туда, а там нет ничего, ни питания, ни церкви, ни друзей, ни любви, и остаются там в знойной пустыне. И если они оттуда опять посмотрят и скажут, ух ты, смотри, там в другом месте, и там будет то же самое. Но если они останутся в пустыне, то велика возможно вероятность, что Бог посетит эту пустыню. и придет и сделает чудное действие. Я говорю это, говорю это также про брак, про семью, про взаимоотношения. Я могу смотреть на пустыню, и она может меня ужасать. И у меня опускаются руки, слушайте меня внимательно, у меня опускаются руки, и я думаю, что мне нужно эту пустыню оставить. Почему? Потому что в нас внутри есть такое, бежать из пустыни, бежать из необитаемого города, бежать из крапивы, бежать где Терновник, и куда? Туда, где уже все приготовлено, все выросло, а в моей то жизни ничего не выросло. Почему? Да потому что я бегаю вместо того, чтобы что? Остаться. и Господь говорит, у тебя, ты мой человек, ты муж Божий, ты дама Божья. Сила молитвы, сила молитвы, это нечто невероятное. И Господь говорит, я через тебя посещу дом Патифара, я через тебя благословлю дом этого начальника тюрьмы. Я через тебя благословлю Египет. Аминь. Оставайся здесь. Хочу в землю ханаанскую к братьям моим и там им сказать пару ласковых оставайся здесь. Я привел тебя сюда, чтобы посадить как росток из сухой земли. Слушайте внимательно, мы не для себя живем, но не бегайте вы из пустынных мест. Оставайтесь там и молитесь, чтобы Господь сделал метаморфо именно там. Он может это сделать. Он может это сделать. Аминь. И тогда это будет такая победа, такая победа, и дьявол будет постыжен. Постыжен будет. Я могу смотреть на этого человека, который живет в гробах, махнуть на него рукой и сказать все, сюда я больше не приду, ты не придешь. А кто? А Иисус придет, и у него есть сила, чтобы там, где терновник вырос, кипарис, там, где крапива, вырос мир, чтобы возрадовалась и возликовала пустыня. И это реальность в нашей жизни. Аминь. Реальность нашей жизни. Павел пришел в Каринф, посмотрел, окинул глазом, что это за город. Вы знаете, что это за город? Вы не знаете, что это за город. Окинул глазом и встал на лыжи, чтобы уйти оттуда. Да, об этом говорится в книге Деяния апостолов в 18 главе. И сам он говорит, 1 Коринфянам 2 глава, а Господь ему сказал, Павел, оставайся где? Здесь. Оставайся в этой знойной пустыне, в этом нечестие. У меня здесь людей сколько? Много. У меня людей здесь много. Если ты уйдешь отсюда, то тогда она пустыней и останется. А если ты останешься здесь, муж Божий, мой посланник, то тогда здесь обязательно расцветет кипарис и вырастет мертв. Потому что я это сделаю. Спасу многих здесь. Среди этого нечестия. Спасу многих здесь. И это будет победа, насажденная церковь. И та церковь, которой уделится два послания в Писании. Вы представляете? Два послания. Павел, оставайся здесь, не бойся, проповедуй. Аминь. Оставайся в браке, оставайся в браке, не смотри, что пустыня. Оставайся в браке, молись, Бог может это сделать. Если взаимоотношения с детьми, там, я не знаю, или с родителями, оставайтесь в этих взаимоотношениях. Несмотря на то, что это пустыня, Бог может это сделать. Аминь. И никуда не уезжайте, я имею ввиду, конечно, вы справились ехать куда угодно, но принцип понятен. Понятен. очень быстро можно увидеть кипарисы, они высокие в дальней стране, а у меня здесь пустыня, ничего нет, и я недоволен, ничем недоволен, неправильными дорожного движения, ни законами, ничем недоволен, а там пустыня, а туда поехал, ой, а там кипарис, а туда поехал, а здесь еще круче пустыня, потом в другое место, а там еще круче пустыня, мираж плоской жизни, мираж плоского начала, а Христос говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, а тело приготовил для меня, и я иду в этот мир, который ушел от Бога, и я здесь делаю, и ты, отец, через меня сделаешь чудное твое действие, и мы спасем этот мир, и в этом мире восторжествует и истина, и праведность, и радость, и благодать, и царство мое, здесь, именно на этой земле, аминь. Отец наш небесный, спасибо тебе за все, славим тебя, благослови эти мысли в наших сердцах, мы видим твое действие чудное не только в этих нескольких стихах, во всей Библии, Господи, ты превращаешь в бурю в тишину, ты приводишь к желаемой пристани, ты спишь в лодке, Господи, которую заливает волнами, там, вместе со своими учениками, благодарим тебя, одержимый и пошел в свой дом, увидел свою семью, увидев своих родных, рассказал о том, что ты сделал, и увидели славу твою, этот кипарис и мертв, который расцвел в жизни человека, мы просим тебя, благослови нас изобильное, ободри этим словом, если вы не верите и не знаете Христа, мы говорим вам сегодня, есть удивительное изменение, которое может произойти в вашей жизни, такого изменения вы нигде не найдете, это новое рождение, новое начало, спасение от греха, от чувства вины, Бог может это сделать, Христос Спаситель, и нет другого, обратитесь к Нему, воззовите к Нему, откройте сердце для Него, и скажите Господь Иисус Христос, я верю в Тебя, войди в мое сердце, спаси меня, я хочу быть с Тобой, измени меня, измени Господи, сделай Твое действие, слава Тебе, и во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я молюсь и прошу, Аминь.